Детская площадка Или даже пятнадцати здесь в этом самом парке Народу много, потому что небо в Москве сегодня чистое, голубое Солнце Сейчас все исправим Что у тебя там случилось? Что там? Ничего там нет у тебя Это мелочь Это совсем мелочь Ничего страшного Вот Еще снега немного в Москве даже Пока осталось, хотя всего две недели до марта Потом начнется весна И мне кажется, если на следующей неделе будет плюс четыре То снега этого уже, собственно, не будет В этом году даже лыжный сезон сильно урезанный Потому что снег выпал по факту недели три назад Вот именно такой И трассы есть, но проката лыж нет Это, конечно, не очень хорошо Александр пошел гулять на вот эту прекрасную горку На эту конструкцию Сделана она за рубежом Где-то в Европе Милая, скромная Без всяких излишеств И, главное, без ядерных цветов Вот так Все, полез Полез лазить Руки замерзли, не? Да, немного вдалеке видно городок Он вроде бы как из льда Но это пластик такой искусственный Но что еще делать, если здесь постоянно плюсовая температура Вот, народ гуляет Здесь много бегунов, спортсменов Есть площадки спортивные Даже для собак, кстати Да, специальные загороженные Но есть для всяких турникменов Ну и детям здесь хорошо Сейчас посмотрим, что там Александр делает Снег в Москве чистый С экологией, по крайней мере, вот на севере Бавушкинском районе Где это все находится Все очень хорошо Загазованности нет, смога нет Так что это показатель весьма такой приятный Неполезный Такие ровные березы явно были когда-то высажены Специально лет и так 20 назад И уже достаточно большие Мусора здесь тоже нет Все убирают, но особо я бы сказал, что и не мусорят И тем не менее, это сквер по Аланецкому проезду Но внизу написано Парк культуры и отдыха Бабушкинский По факту сам Бабушкинский парк находится где-то километров полутора Отсюда, вот по той улице Прямо-прямо Да, Саша сегодня немного не в духе Но тем не менее, решил покачаться Сейчас мы дальше пойдем куда-нибудь В любом случае Мест здесь много Ты че ты, как ты тут? Скучно что ли? Дальше пойдем куда-нибудь? Или что? Пойдем дальше прогуляемся на следующую площадку Мы готовы двигаться дальше Самокат незаменимое средство для перемещения с ребенком Особенно в условиях московской зимы Когда почти все почищено Льда и грязи Практически нигде нет Ну и так, если он даже устает сам кататься То можно его везти за ручку самоката Самокатом пускают метро И во все остальные виды транспорта А вот с велосипедом только на МЦК и электричке Вот здесь уже все почищено И посыпано мерзким песочком Не знаю, почему здесь сыпят именно песок А не соль Соль, конечно, разъедает обувь Но песок оставляет такие грязнючие следы на одежде и на обуви Что лучше бы сыпали все-таки солью Вот о чем я говорил Весь этот сер Из песка и воды И мост Сейчас проходим мост Парк расположен вдоль реки Яуза Которая течет, наверное, километров на 10, а то и на 12 примерно по Москве Речка небольшая, вычищенная отлично Настолько чистая, что там живут утки Кряквы и еще целая кучка видов Вот мост и, собственно, панорама самой речки Здесь постоянно, кстати, фото-выставка обновляется Раз, наверное, месяца в два В данный момент Где-то есть Гамбия Выставка Виолетты Кирилловой Кто такая Кириллова Виолетта, я не знаю Но фотки достаточно интересные Одно из развлечений посетителей парка Это кормление уток хлебом Хотя, говорят, их хлебом нельзя кормить Но, тем не менее, все это делают И, в общем, уткам от этого хуже не становится И меньше их тоже не становится Небольшая сцена Сквер по Аланецкому проезду Некий пандус деревянный Куча замков Цивилизованного в одном месте Ну вот, две утки всего Две утки видно, остальных что-то не видно Где-то они в другом месте кормятся, наверное Да, весна весной Вот такая вот у нас уже обстановка Явно все растает скоро И мы сейчас на правом берегу реки Яуза Ребенок поехал на свою любимую площадку Это кораблик Кораблик, на котором постоянно происходит какая-то тусня Хочет детей, играют в основном в войнушку Но не только По этой же стороне футбольная площадка Каток Который, в принципе, довольно популярный был Потому что там искусственный антиподогрев Да, охлаждение льда Это, в общем, для Москвы тоже нормально И небольшая горка, которая так себе По качеству, ну, да и по склону И вообще не очень горка Ну, не очень дорога Тут же прокат лыж-машинок Летом это машинки, велосипеды Лыжи в этом году, как я говорил, не работают Вот, и дальше, дальше, дальше У нас центрифугу Сейчас будет всем рассказывать про центробежную силу Да Центробежную силу, Саш, покажешь? Только не сильно, чтоб никого не стошнило Кстати, починили этот аттракцион Где-то недели две назад он даже не двигался Либо плохо двигался Вот, следят тут за всем За деньги на угол платежщиков Но это, тем не менее Чертовски приятно все равно Песочница не сильно функционирующая Привратилась в ледовницу Детские совсем маленькие всякие качельки Ну, и да, и покрупнее И все это, конечно же, бесплатно Солнце сегодня очень яркое Поэтому лицо у меня немного засвечено Звук, кстати, пишу на радио Wi-Fi петличку с Saramonic Потрясающая вещь, которая подключается напрямую к телефону Honor 20 Pro С отличной камерой Поэтому никаких больше видеокамер Никаких больше проблем со сбросом В принципе, можно даже смонтировать на этом телефоне Все, что угодно Саша что-то сегодня какой-то скучный Вообще Играет в одинокого мальчика Гуляющего на площадке Пытается качаться один на качельке Но остальные развлекаются А что-то сейчас детей нет Его просто возраста Никого с пушками Никого с саблями и мечами Поэтому довольно, да Скучновато, наверное Центральная аллейка Здесь летом очень красиво Куча цветов Ну и сейчас тоже неплохо Еще остатки Всякие новогодние остались Хотя елку убрали Горка Правда, без искусственного льда Из настоящего Темы плохо Потому что Здесь все подтаивает И вот сейчас при температуре Плюс один Уже Кататься здесь весьма сомнительно 200 рублей за полчаса 400 рублей за Час Ну Дети бегают Катятся Горка оказалась Забита Детьми Людьми Поэтому Мы туда просто Не смогли Попасть В итоге Мы идем дальше К Биоплато Это такая Интересная Зона Этого парка На которой Можно посмотреть На всяких Живых Животных Естественно Это утки Которые тут Круглый год Живут В Яузе У них есть домики Часть этой зоны Замерзает Что мы сейчас увидим Смотровая площадка Биоплато Уток не кормить Не кидать им ничего Не бычки Не бутылки Да Эта часть замерзла Потому что Вода здесь стоячая И судя по всему Утки Вот именно здесь Сейчас Как-то не находятся Да Чьи-то следы Как ты думаешь Чьи-то следы А кто с такими Лапами Тут вообще Мог ходить Ну Наверное Люди Да Да Кто-то тут Экстремальничал По льду Ну хотя он довольно Наверное Прочный Но я бы сюда Не стал заходить Потому как Ничего не промерзает А вон синицы Даже есть Вот такая вот Синичья радость Субота День Солнце Голубое небо Витамин B12 Бесплатно Для всех Жителей Москвы Сегодня Вот такие Детские площадки Детские площадки Здесь в парке Соседнем С моей спиной Как раз Видно Один из Комплексов Игровых Он включает Себя Качельки Карусельки И чего Только Не включает И для Маленьких И для Больших И для Взрослых И Собственно Еще некоторые Качельки Парк Не маленький Тянется На километра Наверное Два с половиной В этой части Потом Через мостик Он переходит В следующую Зону парка И длится До самого ВДНХ Эй Тоже Развлечение Качелька Паук Ну и что Нравится Космонавт Кто Космонавт Все Уходим Из парка Сейчас Перейдем Через очередной Мостик Деревянный Нынче И Пойдем На ту сторону На левый Берег Реки Тут Как раз Кстати Посмотрим На уточек Которые Опять Почему-то Спрятались Везде Александр Заезжает Наверх Давай Давай Погрызю По этой Ничего страшного Утки Утки Старый Деревянный Мост На железных Опорах Он Такой Прикольный Тут Тоже Несколько Замков Удивительно Что Вешают Их Довольно Аккуратно И не По всем Перилам А только В одном Месте Так что Чистка Этих Конструкций Времени Много Не занимает Вот Ну и еще Немного Яузы Теперь Уже С этого Ракурса И Обратно Замки И утки Утки И замки Да Вот они Эти Уточки Кряквы Черненькие Беленькие Водичка Которая Течет Такая Не сильно Грязная Да Да Пойдем На площадку Еще Может зайдем Хотя Лучше Домой Сразу В общем Пока думаем Куда Пойти Если Народ Будет То Может Зависим Еще Минут На Десять Тут Уже Более Менее Чистенько Я Так Понимаю Это Все Благодаря Вот Этой Штуковине Которая Сейчас Едет Прямо На Меня Трактор Очистка Сейчас Он Будет Дальше Грести Снег Который Уже Расставил Да Сюда Он Не Поедет А Поедет По Той Дороге Прячетесь Все Но После Него Не Сказать Чистенько Остается Но Как То Так И Подходим Еще К одной Площадке Да Это Уже Блин Я Сбился Шестая По Интересная Функциональная Вещь Смотрите Вот Она Совсем Необычная Естественно Это Западная Конструкция У нее Особенность В том Что Есть Большая Металлическая Горка И Второй Странный Этаж Я бы Не Сказал Что Мне Он Сильно Нравился Потому Как Там Скользкая Резина Наверху И Такой Мостик Что Ли По Которому Бегают Дети Летом Здесь Еще Более Безопасно И Эта Резина Превращается В какую-то Такую Горку Висячую Внутри Лазалка И Качельки И Качельки Александр Занял Качели Что Раскачать Тебя Или Ты Сам Да Мы Все Умеем Сами Воу Вот Такая Тут Милота Есть Даже Маленький 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 Домик С подзорной Трубой Для Самых Маленьких Пожалуй Детей И Еще Две Трубы Переговорные С одной Стороны И с другой Стороны Можно Через них Чего-нибудь Поговорить Друг Другу Да 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 Инфраструктура Сделана Здесь Для всех Подряд В том числе Для велосипедистов Здесь Не Сказали Чтобы Такие Длинные Велодорожки Но Они По всему Парку Идут С обоих Сторон И Это Тоже Очень Здорово И Здесь Катаются Летом Все Подряд Кому Кому Не Лень А Зимой Здесь Катаются Не Усключительно Редкие Люди Либо Это Какие-то Работники Парка Либо Курьеры Бегуны Кстати Бегают По Этим Дорогам Да Красиво Уютно Функционально И Пора Домой Нам Уже Пора Домой Идти Слезай Пойдем Или Скажи Привет Всем Воскресенье Должно Было Начаться С лыж Но Лыж Нету Как Впрочем И солнце Сегодня Нету Мы Пошли В Правую Часть Парка Если Смотреть На Вход От Дома Это Левая Это Левый Берег Яузы Тут Больше Деревьев Давай Туда Пойдем Туда И Потом Направо Тут Тоже Есть Площадки Довольно Забавные Там Дальше Такой Вал Не знаю Для чего Он нужен Дойдем Увидим Такая Заградительная Конструкция Фортификационное Сооружение Может быть Хотя Вряд ли Спуск Такой Довольно Неплохой Там Катаются Еще В этом Парке Есть Мангальные Места Представьте Себе Они Правда Не так Часто Прям Расположены Но Туда Можно Прийти Даже Без Мангала Потому Что Там Есть Иногда Они Отдельно Стоячие Набрать Мясо Всяких Вкусностей И Сделать Себе Мяско Так Давай Еще Чуть Подальше Вот Туда Ну Здесь Уже Все Весне Дорогу Точно Мало Того Что Нет Снега Здесь Так Еще И Земля Подсохла Сегодня Опять Плюс Один Градус Круто Просто Впереди Яуза Позади Город Да Саша Сюда Здесь Площадка И Поворачиваем Идем На Площадку Такая Небольшая Опять Сделан На совесть Уютненькая Мусор Убирают Остатки Снежных Баб Снежных Снеговиков Мусорки Торсырье Тут Конечно Непонятные Комментарии К этому всему Почему Туда Можно Класть Только Это Кладут Все Подряд Здесь Действительно Классно Бегать И На велике Ездить А вот Лыжников Сегодня Не видно Вообще Не знаю При плюс Одном Надо Какую-то Моазюку Желтую Использовать Насколько Я правильно Помню Вот Такой Кайф Скромненькие Цвета Интересные Решения И Замечательная Крутилка Причем Смотрите Вот Это Похоже Больше На обычную Карусель Но Ее Дизайн Конечно Прекрасен А вот Это Вообще Уникальная Фиговина На которой Тоже Можно Крутиться Да И Это Просто Замечательно Типа Вот Как-то Так Тоже Крутые Грамотные Инженерные Решения Это Очень Здорово черный шар кто бы мог подумать да то вообще может его собственно поставить на детскую площадку а вот и изготовитель смотрите лейбл hex home и не play ника это германия или что-то такое да не русские буковки маленькая печечка прекрасная лазалка и тут различные тоже развлекаловки для тех кто не знает ни алфавита не цифр куда полез саш наверх полез можно и нужно что жду тебя все построено на так и аккуратнее ботинки могут быть скользкие все побежал наверх и вот с какой стороны не посмотрю везде тут прекрасно все и даже небольшой такой участок скалодром чека с простыми зацепами еще одна крутилка классная в виде чаши не навернись отсюда странная вещь какой такой лед конструкция кстати не очень крутится опять подмерзла потому что сильно к сожалению российская зима хоть и мягкая но местами она не очень хорошо воздействует на эти до отличается от московской российская зима это сделали в 2018 где это написано ух ты там есть серийный номер я даже сейчас посмотрю где это германии сделали ничего себе вот это да это всего два года назад действительно поехали дальше посмотрим что там происходит вот как раз там мы увидим детские игры а-ля брейгель а тут вот красота прям снег который все-таки выпал слежался и который почти не тает и куча народу который катается настолько это вот разнообразный парк саша решил не идти домой за ледянкой и мы сейчас уже подойдем практически опять киаузе и вот этот дом коричневый тому подготовительная школа к основной школе от дома тут идти минут 15 на самокате наверное даже чуть меньше от 15 до 20 минут погода зависит парке есть освещение все достаточно безопасно так что можно тут шастать особо ничего не опасаясь и вот здесь площадка для волейбола очередная а вот площадку для выголов собак я пока чет не вижу кусочек природы в общем большом городе как в нью-йорке до центральный парк здесь москве достаточно много парков различных самых каждом районе есть такие вот места от маленьких до больших но я уже это одна из самых все-таки лучших зеленых зон мне кажется во всем городе и вот уже восьмая десятая площадка надо бы посчитать их вообще сколько сколько их тут есть она попроще немного поскромнее но также интересная функциональная обрезанный вариант лазалки и тут место для подготовки крутых парней которые могут провести целый день я вам потом обязательно покажу эту площадку с google карт сверху такая яркая весьма даже на самолете когда пролетаешь иногда видно этот парк зависит от погоды и вот эту площадку прям такая красная звезда и конечно же есть качелька паук такая любимая всеми детьми москве они по моему есть везде основном они висят такие но есть и маленькие верстки урезанные с более короткими креплениями для детей поменьше погодка сегодня обычная московская ничего нету небо такое низкое серое но самолеты летают без проблем тут кстати шереметьево где-то в той стороне постоянно самолеты тут идут то на взлет на посадку хорошую погоду их видно сейчас их иногда слышно довольно часто качельки карусельки яуза и отсюда видно уже темная полоска течет она сверху север москвы на юг здесь голуби утки на заканчивается она вот этой частью уже вот скоро вот где стоят те дальние дома но дальше она идет в мытищи но точнее идет оттуда и там тоже есть такой парк вдоль яузы поскромнее поменьше но в общем то если пешком идти от в дн х то можно перейти несколько дорог всего ну может не несколько десять максимум и прям вдоль яузы добраться до ее начала раздолье для детей родителей и животных естественно самые ответственные владельцы убирают за своими собачками какашки тут даже где-то есть специальные мусорки чуть ли даже не пакеты я вот точно не помню были ли тут пакеты но все равно люди с собой носят бумажки пакеты и убирают дерьмицо надо чай планировалось точнее не планировалось но получилось саша вообще заснул здесь но почти еще я не знаю минут пять и придется его на себе тащить просыпаясь я не хочу подходим к яузе и мост номер четыре по моему в этом районе до четвертый мост тоже такой не новый бетонное основание железо дерево пошли посмотрим что там дальше уток половим вот так что накидали песочка выглядело это так машина едет фургончик а сзади сидят два человека и разбрасывает вот этот вот ужас но да тут либо падать либо ходить поэтому по этой бяки соли так и не будет но поэтому придется ходить так утки утки и вот они и утки тут совсем яуза маленькая от этого течения здесь побыстрее такой даже порожек небольшой переход и здесь очень много уток вот вот и мост и саша там играется а вот эта машина кстати прекрасная которая разбрасывала песок походу весь разбросала помчалась поехала утки кряквы я в породах не разбираюсь но вот в общем это все по моему кряквы речка речка утки утки и тот самый трактор который чистится не переставая никогда и в эту сторону тоже кидаешь им хлеб они вот так вот плывут туда подплывают и это съедают его моментально до зрение вас не подводит это еще одна площадка в этом парке еще меньше ну или такая просто средненькая одна из немногих и тоже очень круто элементы лазалки небольшая стеночка она похожа на вот ту которая с такой крутилка непонятный было но тоже прикольный черный шарик он мне особенно нравится с такой резины также развлечение для тех кто не умеет читать писать и австрия да это сделано в австрии вот теперь то мы нашли страну производителя парк парк продолжается ветерок поднялся небольшой чуть чуть холодно но вот прям не холодно чувствуется что но час еще можно погулять не больше мы сейчас подходим к площадке как раз по правой стороне реки идем в сторону кораблика народ гуляет одетые собаки модные и вообще круто здесь уже вычищена высушена вот кстати собачья станция для сбора какашек всяких разных любимому городу чистый газон тут типа должны вот туда вот по ходу собирать все это какахи ну не знаю если там чё но так чуть-чуть отлично на здесь уже жилые дома рядышком улица не помню какая хоз постройки номер 22 2222 то что здесь стояла под новый год достаточно в большом количестве то что уже убирают различные новогодние атрибутику и сейчас мы подойдем к футбольной площадке закрытой железными воротами яркой звездой и пройдем мимо публичной библиотеки к буккроссинга кроссбукинга двух туалетов и как раз доберемся до площадки буккроссинг свободный него обмен и прокат как я и говорил закрыт прошлом году было поживее конечно здесь прокат работал ну нормально работал хотя конечно жаловались сотрудники что здесь не ахтита так активность денег не так много видимо было но тем не менее весьма себе неплохо было прийти сюда взять лыжи прокатиться по всему этому звезды звезды куски нового года последние так скажем остатки похоже что-то там сломали или на площадке что-то происходит может быть ремонт исследуем чудное творение московских мастеров как бесснежной теплой зимой сделать имитацию ледяной горок в принципе очень богато и красиво сделано кататься правда не особо удобно все-таки пластик и наклон небольшой но так это все на вид очень прикольно издалека так вообще напоминает цветной лед а ночью очень красиво подсветка этого пластика вся вообще здорово чего там нету но есть тут изгиб но как же нету не видишь что ли вот здесь ну вот ускорение потом торможение все правильно классная конструкция прозрачный прозрачный пластик если там был лед дальше было бы все даже интереснее но так как льда тут нет здесь сплошь и рядом пластик life из пластик it's fantastic сбежал вернулись на ту же площадку саши называет зеленый но на самом деле она как видите не очень то она и зеленая красно-коричневая подложка я думаю из-за того что эти зеленые элементы конструкции тут вот еще тарзанка такая забавная но висит табличка что на зиму она закрыта не везде и закрывают но коротенькие оставляют круглый год а это вот к сожалению пока ждет весны хотя весна скоро март уже через недели полторы примерно или две но в общем скоро скоро откроют ее в апреле сумрачно детям хорошо дети бегают гуляют и играют а а в и а и и и 1, 2, 10 1, 2, 10 Берем 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 Берем